Левый лес в Закарпатской области. Общественные активисты в который раз поймали лесовоз с контрабандой древесины. Груз был без сопроводительных документов. Что говорят правоохранители? Расскажет Ольга Паломарюк. Лесовоз с высококачественным буком закарпатские активисты обнаружили неподалеку от Ужгорода. Дерево везли на пилораму, вызвали полицию. Лес полностью без документов. Едет из Славянского района. Попал сюда на штрафплощадку. Без документов, всяких документов. Дерево просили, чтобы машину отпустили. Ни бюрок документов. Фактически ничего не было. Все просрочено. Урал отправили на штрафплощадку, где он уже третьи сутки. Перевозить нечипованную древесину с фальшивыми документами распространенная практика, рассказывают правоохранители. И не только в Закарпатье. К примеру, в Черновицкой области только с начала этого года зафиксировано 53 случая махинации с лесом. До суду скеровано 15 криминальных проваджений территориальными органами полиции. Относно 16 людей, которые совершили злочин в сфере лесокористования. Есть проваджение и относно работников лесовых предприятий, которые отвечали за охрану леса. Есть проваджение относно субъектов предприятий, которые фальсифицировали документы. А вот у общественников свои цифры. Николай Петиченко в прошлом году установил скрытую камеру на территории одного из Буковинских лесничеств. Подсчитал, за ночь делцы вывозят до полу тысячи кубов дерева, хотя в официальных документах объемы другие. Пять дороги в лесничестве. И по одной дороге буквально за неделю вывозится тысяча кубов. И в этот же час нам надеют документы, что за месяц в отпущенную деловую деревню 750 кубов. И по сравнению с Закарпатию, что там показали, один лесовоз зловили, у нас видно, что это схема. Бороться с незаконными рубками, который год обещают и правоохранители, и министры. Но дальше обещаний дело не идет. Факты, предоставленные активистами, чиновники игнорируют. Чего стоит только недавний визит министра экологии в Черновцы. И тогда рассмотреть заявления общественников о массовых рубках в регионе Остап Семирак отказался. У нас экологическая катастрофа. А она створена вашими предметами. Возьмите, пожалуйста, у нас есть... Друзья, я вам еще раз рассказываю. Вы же сюда пришли на вопросы мне задать. Вы же тут работаете на нашего агрессора. Он отмолился от нас почути и те доказы отримать, которые мы могли на руках ему передать. И человек, который болит за наш краю, за наше место, за нашу Украину, она будет дослухаться до каждой проблемы. Что же будет с закарпатским лесом? И когда чиновники, наконец, начнут действовать или, как минимум, прислушаются к активистам? Вопросы пока без ответов. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности, телеканал Интер. Ольга Паломарюк, Игорь Рига.